Продолжение следует... 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 с розированными верхушками, с изъязвлением на поверхности, с налетом фибрина. Основание опухоли обычно широкое, неподвижное, около 1,5 до 3 см в диаметре. Образование имеет мультицентричный характер роста в различных отделах желудка. Полиповидная форма также встречалась с мультицентричным ростом, имела вид округлой или сферической конусообразной опухоли, и характеризовалась наличием чаще всего множественных полиповидных образований белесовато-красного цвета с углублением, разрыхленностью на верхушке, нарушение архитектоники слизистой оболочки. Узловая форма представлена была в виде бугристых экзофитных узловых образований, неопределенной формы, а также уплощенной полушаровидной формы, без нарушения покрова, либо с нарушенной покрывающей слизистой оболочкой опухолевого узла. Бугристые инфильтративные визуализировались в виде неравномерной булавовидного инфильтрированных складок слизистой, которые не расправлялись при инсуфляции желудка воздухом, но оставалась относительной сохранности эластичности стенок желудка. Язвенная форма визуализировалась одиночными или множественными полигональными или овальными формами язвенными дефектами, достаточно глубокими, с утолочными, нависающими, подрытыми, инфильтрируемыми кораями. Инфильтративная язвенная характеризовалась диффузной, уже распространяющейся практически по всей поверхности желудка, опухолью неравноверно утолоченной инфильтрируемых складок, которая дополнялась различной формой и глубиной язвенными дефектами с фибринозным налезом. И размеры этих язвенных дефектов были многовариабельны. Гастритоподобные варианты отмечались при этом пастозность и разрыхленность слизистой оболочки, чередующиеся с множественными точечными острыми гемеррагическими эрозиями, с контактной кровоточивостью, с налетом гемоседерина, но при сохраненной эластичности стенок и перистальтике в желудке. Смешанная форма характеризовалась сочетанием различных макроскопических вариантов и визуализировалась в виде массивных опухолевых образований, которые чаще всего проводились дифференцией с раком желудка. По локализации неходжкинских лимфом желудка чаще всего опухоль локализовалась в теле желудка, но еще более часто мы отметили, что имела мультицентричный характер роста и тело желудка сочеталось с выходным отделом чаще всего желудка и также была мультицентричность характера роста связана с полевморфизмом, с макроскопической картины. По макроскопическому варианту наши пациенты распределились следующим образом. В 39% это была мальтлимфома, в 8% случаев мальтлимфома за большим количеством властных клеток, в около 9% была фолликулярная лимфома, реже встречалась лимфома зоны мантии, бёркета и диффузно-крупноклеточная лимфома встречалась у 38% пациентов. Также мы распределили в зависимости от макроскопических проявлений, постарались посмотреть, что чаще встречается при каких макроскопических проявлениях встречаются. Все данные статистически достоверные, экзофитная форма роста встречалась при лимфоме зоны мантии чаще всего, инфильтративная при фолликулярной лимфоме, язвенная при лимфоме бёркета, инфильтративная язвенная была как при мальтлимфоме с большим количеством властных клеток, так и при диффузно-крупноклеточной лимфоме, и гастритоподобный вариант лимфомы встречался только при мальтлимфоме. Ценность нашей эндоскопической визуальной картины составила точность её 83%, чувствительность была высокой 92%, а специфичность низкой. Это говорило о том, что недооценка диагностики в Нискотшкинском лимфом желудка по данным стандартного эндоскопического исследования отмечается чаще, нежели гипердиагностика, что требует проведения дополнительных таких исследований, как хромоскопия, эндосонография и различные функционные методики для подтверждения подслизистого роста опухоли. Также мы определили диагностическую точность различных способов взятия биопсии, и банальным щипцовым способом биопсии была подтверждена у первичных пациентов только в 70% случаев. Но повторные ступенчатые биопсии с щипцами с увеличенными браншами либо эндоскопической резекцией слизистых и подслизистых слоёв позволило в 100% случаев подтвердить диагноз лимфпролиферативного заболевания. В нашем исследовании проводилась эндосонографическая диагностика лимфом желудка. Проводилась она как эндосонографом с изменяющейся частотой от 5 до 20 МГц. Также и зондовой методикой, которая позволяла локально посмотреть расстояние между интактными промежутками, имеется ли остаточная опухоль в слизистом-подслизистых слоях. И на данном слайде представлены результаты эндосонографической диагностики в зависимости от глубины инвазии опухоли в стенке желудка. И в гастритоподобном варианте всегда лимфома ограничилась слизистым и подслизистым слоем. Инфильтративно-язвенные варианты чаще всего распространялись за пределы стенки желудка, то есть достаточно была распространенная массивная опухоль. К нами были выявлены эндосонографические критерии различных морфов и вариантов, и мы их разделили на три типа. Первый тип – это опухоль визуализировалась в виде гиперэхогенного образования с ножными гипоэхогенными узелками. На левой части слайда показана узловая форма с аноэхогенными включениями участками распада, которая локализуется в пределах мышечной пластинки слизистым и подслизистым слоем. На правой части слайда – это гипоэхогенные участки, овальные формы, также локализующиеся в пределах слизистого и подслизистого слоев. Второй тип опухоли определялся в виде массивной гипоэхогенной опухоли на фильтрации, распространяющейся на всю толщу стенки желудка с прорастанием сирозной оболочки. И третий тип определялся гиперэхогенные образования в пределах слизистого и подслизистого слоев с нарушением их дифференцировки, изменения схожими с постязвенными рубцами. И таким образом, когда мы позволили себе разделить на две большие группы лимфомы – индолентные и агрессивные, то оказалось, что в случае индолентных лимфом при первом типе в 100% случалось найти такие изменения. Также при мальтлимфомах в 100% случаях мы визуализировали в пределах слизистого и подслизистого слоев сращение со слизистым слоем изменения, характерно при первом и третьем типе. А вот агрессивные лимфомы, диффузно-крупноклеточные лимфомы Бёркета визуализировали с массивной опухолевой инфритрацией в пределах либо всей толщей стенки, либо выходящей за ее пределы. Таким образом, диагностическая точность эндосонографии составила 87%, чувствительность – 97%, специфистность – 69,2%. И мы могли предположить наличие лимфомы по эндосонографическим критериям в 84% случаев. Также нами было оценено визуализированные парагастральные лимфатические узлы. На сегодняшний момент мы уже научились выполнять пункции лимфатических узлов, в особенности средостения, для подтверждения наличия или остаточной опухоли, или проведения дифференциальной диагностики гиперплазированных и метастатически измененных лимфатических узлов. И данные данного анализа представлены на данном слайде. Таким образом, нами также были определены эндоскопические дифференциально-диагностические критерии неходщинских лимфом желудка. Как я уже говорила, это полиморфизм агроскопической картины, мультицентричность поражения, сохранение функциональной способности стенок желудка на фоне их выраженного обширного опухолевого поражения, диффузный инфильтративный рост по подслизистому слою в пределах пораженного органа. Эндосонографические критерии составили, что опухоль исходит из глубоких слоев слизистой оболочки и распространяется подслизистым слоем желудка. Также имеется эхогенность опухоли снижены или гетероэхогенной с анахогенными или гипоэхогенными включениями и обязательно с поражением ревагионального лимфатического коллектора. При эндосонографии с использованием красителей, таких как эндигокармин, осмотрив в узком спектре света, который позволяет визуализировать микрососудистый рисунок слизистой и подслизистого слоя, можно было визуализировать набухшие нерегулярные желудочные поля. Структура слизистой на первоначальном этапе не изменяется, так как опухоль находится в глубоких слоях, как бы набухает и диффузное кровонаполнение в пределах слизистой оболочки. И алгоритмом комплексной эндоскопической диагностики послужило проведение стандартизированного эндоскопического исследования с целью определения минимальных изменений слизистой оболочки, осмотр слизистой, как я уже сказала, в узком спектре света и с увеличением после предварительного очищения слизистой растворами у колитиков, проведение эндосонографического исследования с целью определения местного распространения опухолевого процесса, площади поражения по окружности, это мы можем сделать на наших эндоскопах, состояние регионарного лимфоколлектора, обязательное взятие материала для морфо-иммунологического исследования нетрадиционным методом щипцовой биопсии. При несоответствии эндоскопического и морфологического диагноза, либо при недостаточной информативности полученного биопсийного материала следует проводить расширенную биопсию, либо это методом резекции слизистой, петлевой метод, либо это коагуляционная биопсия. И обязательно выполняется заполнение стандартизированного протокола, видеозапись с целью возможности дальнейшего динамического контроля за пациентом. Также нами в процессе мониторинга неходшкинских лимфом желудка была оценена последовательность регрессии лимфом желудка и в процессе лечения уменьшается опухолевый компонент, включая инфильтрат, заживает язвенные дефекты, восстанавливается калибр и общий рисунок складок слизистой оболочки, исчезает деформация стенок, восстанавливается просвет и эластичность и также вся перистальтика, исчезает гиперемия, отечность и ранимость и кровоточивость слизистой. Вот на данном слайде представлены в левой ее части бугристые инфильтративные лимфомы желудка с инфильтрацией до мышечного слоя и после четырех курсов химиотерапии виден выраженный эффект остаточной инфильтрации в пределах мышечной пластинки и слизистой оболочки. Также нами были отмечены различные типы рубцеваний в желудке и в максимальном отделе желудки язвенные дефекты и эрозии. Рубцевание было методом рестрикции, то есть полной эпитализации в теле желудка с образованием рубцовых площадок с конвергенцией складок слизистой, а выходной отдел желудка рубцевался до образования массивных рубцов вплоть до стеноза выходного отдела даже с последующим формированием, вынужденным формированием гастроэнтеранонстомоза. Последовательность эндосинографических признаков регрессии в процессе лечения это было уменьшение площади опухоли сначала и восстановление толщины и слоистости стенки, рубцовой деформации слизистого и подслизистого слоев в процессе лекарственной терапии и восстановление дифференцировки слоев после проведения лекарственной терапии. Таким образом, полная ремиссия контрольной нашей группы из 45 человек, где мы проверяли последовательность динамического контроля в процессе лекарственной терапии составила 73%, частичная ремиссия у 6 пациентов была связана и прогрессирование было отмечено только у 3 пациентов. И комплексными нами были установлены сроки комплексных динамических осмотров, которые должны проводиться при достижении полной ремиссии в течение первого года каждые 3 месяца, в течение второго и третьего годов каждые 6 месяцев, и с четвертого года и далее один раз в год. Благодарю за комплексными. ПОДПИСИЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...